Добрый вечер дорогие друзья и с наступающим вас. Сегодня программа среда как всегда по средам. Мы начинаем подводить итоги уходящего года и сегодня подводим их вместе с главой города, председателем Азовской городской думы, человеком известным еще нам как мэр города Азова Сергей Леонидович Бездольный. Добрый вечер Сергей. Добрый вечер Алексей Михайлович, добрый вечер дорогие земляки. Я хотел бы, мне очень сегодня приятно в этой студии поговорить с Алексеем Михайловичем, обсудить вопросы нашего городского хозяйства, нашей городской жизни, итогов работы. И я благодарю вас за предоставленную возможность пообщаться с жителями города в прямом эфире, ну и обсудить те вопросы, которые сегодня прозвучат у нас в эфире. Прежде чем приступить к нашим разговорам, я прошу зрителей сегодня прямых вопросов мы задавать не будем, времени недостаточно. Это тема отдельного эфира, не предпраздничного, не итогового. Если у вас есть вопросы, звоните на 6.15.54, их примут, запишут и мы впоследствии на них ответим Сергеем Ильичем. А сейчас мы начнем. Уходящий год был для города и для Сергея Леонидовича лично годом, который был разделен на две неравные части. До сентября одна, одно качество одна ипостась, после сентября другая. И там и там приходилось подводить и промежуточные итоги, и много чего делать. Вот об итогах уходящего года, об итогах всего, что происходило в этом году. Давайте с этого начнем. С удовольствием, пожалуйста. Я думаю, что, как правило, мы подводили итоги социально-экономического развития города за 9 месяцев. И я думаю, что такая традиция продолжится. Но с учетом того, что шел переходной период, мы этих итогов не подводили. За год еще подводить итоги рано. Ну а о работе городского хозяйства за 9 месяцев я с удовольствием могу рассказать. Должен сказать, что мы с вами сегодня собрались не очень для экономики нашей спокойное время. Всех беспокоят те горки, как говорят на валютном рынке, колебания цен и так далее. Но 9 месяцев у нас прошли достаточно спокойно, уверенно. И экономика города показала за 9 месяцев такой приличный рост. Промышленные предприятия по крупным и средним предприятиям рост производства составил 117,5%. Увеличился объем отгруженных товаров и за 9 месяцев он составил 12 миллиардов 570 миллионов рублей. Это, я как понимаю, итоги инвестиционной политики многих прежних лет, когда мы подтягивали сюда новые и новые производства. Ну, безусловно, такие вопросы глобальные, как экономика, промышленность, они же в одночасье не рождаются. Для этого нужна достаточно большая, глубокая, многолетняя работа для того, чтобы это все было. Но я вот должен сказать, конечно, с каждым годом объемы производства растут и в силу субъективных, и в силу объективных обстоятельств. И сегодня в городе такой рост и ожидается. Я, откровенно говоря, думаю, что и по итогам года у нас будет серьезный рост. Потому что, несмотря на то, что на потребительском рынке, конечно, доллар и евро, валюта сыграла нехорошую шутку, то для промышленности это не всегда плохо, потому что в валютных ценах товары на нашей промышленности снизились, и на рынке они становятся более конкурентоспособными. Плюс многие жители начали сбрасывать деньги, покупать товары. А это все товарооборот, это движение экономики. И поэтому, я думаю, что итоги года у нас тоже будут замечательные. Сложности могут возникать уже в первом квартале, когда этот накал немножко спадет. Но, должен сказать, что у нас радует то, что у нас по нашим сальдированной прибыли предприятий в 2,2 раза увеличивается. Это очень важно. То есть, предприятия работают, они создают продукцию, ее продают, и прибыль увеличивается. Если мы даже возьмем процент инфляции, то это гораздо выше, это четко говорит о том, что промышленность развивается. Но промышленность ради промышленности не работает. Важно то, что у нас сегодня на рынке труда за 9 месяцев увеличилось количество рабочих мест в 2,1 раза. Это тоже очень важно. Снизилось количество безработных, это очень важно. Мы можем сказать о том, что у нас в этом за 9 месяцев положительно просматриваются вопросы и по среднемесячной зарплате. И общий объем зарплаты увеличился. И за 9 месяцев у нас темп роста, 114% по заработной плате. Я понимаю, что заработная плата достаточно такой момент уязвимый. Никогда не бывает высокая заработная плата, всегда денег не хватает. Но позитивно то, что мы с каждым годом, эта заработная плата растет, стараемся смотреть, отслеживать эти показатели и их, в общем-то, курировать. Ну, дай Бог, чтобы хотя бы превышала рефляцию, а сейчас вот в этот вообще кошмарный период, который сейчас происходит в стране, ну, дай Бог удержаться хотя бы, я не говорю уже о росте. О росте мало кто думает. Ну, вот пока что был рост, а сейчас будем смотреть. Действительно, заработная плата здесь по итогам года будем наблюдать и отслеживать эти все варианты. Ну, вот я повторюсь, что грамотная или успешная, будем говорить, инвестиционная политика прошлых лет, когда в городе появлялись новые предприятия, пока они раскручивались, раскручивались, сейчас стабильно дают рост промышленного производства, рост рабочих мест и так далее. Потому что новые, потому что современные, и, в общем-то, ну, дай-то Бог. Сергей Ильич, работа городской думы, которую вы возглавили как глава города, вы теперь возглавляете еще и городскую думу. Работа в четвертом квартале, наверное, какое-то освоение нового для вас, относительно нового дела. Какие-то планы, перспективы, организация, реорганизация, что происходит в думе? Да, действительно. 14 сентября состоялись выборы в городскую думу, азовчане сделали свой выбор. Мы с вами уже говорили, как прошли выборы, не будем углубляться. Ну, скажу о том, что 20 человек, 20 депутатов, это члены партии «Единая Россия», один депутат у нас от партии «Справедливая Россия» и один депутат самовыдвижения, беспартийный. Ну, в общем-то, вот такая политическая краска, и должен сказать, что новая дума на 50% обновилась, и депутаты очень активно, очень энергично занялись вопросами работы в городской думе. В чем это выражается? Это выражается, во-первых, в том, что активно проходят заседания комитетов, комиссии, активно депутаты. Сегодня мы сформировали перечень наказов избирателей, депутаты активно взаимодействуют с администрацией города, с тем, чтобы те наказы, те обещания, которые они давали в предвыборную кампанию, были у нас реализовывались. Должен сказать, что на первом заседании был избран глава города по новому уставу и представитель городской думы, ваш покорный слуга, и был избран заместитель председателя городской думы, Голованев Юрий Павлович. Созданы шесть комитетов, или шесть комиссий постоянных городской думы. Это следующие комиссии по бюджету. Председатель Голованев Юрий Павлович, заместитель председателя Рощупкин Владимир Валерьевич. По социальной политике. Председатель Новиков Алексей Вячеславович, заместитель председателя Карасев Евгений Владимирович. По жилищно-коммунальному хозяйству, представитель бессмертный Валерий Владимирович, заместитель Чеха Игорь Михайлович. По транспорту, представитель комиссии САГО Николай Васильевич, заместитель Чмыхалов Роман Иванович. По промышленности, представитель Симаков Игорь Борисович и заместитель Бурико Денис Васильевич. По вопросам местного самоуправления, председатель Улазни Владимир Викторович и зампредседателя Бабаев Сергей Александрович. Очень важно, мы с вами открыли новую страницу в развитии местного самоуправления, потому что городская дума на первом своем заседании поддержала кандидатуру Щипелева Игоря Анатольевича и подписали мы договор о назначении его на должность главы администрации. Очень важно, что сегодня каждая структура выполняет свою функцию, глава администрации, человек, который руководит исполнительной властью, городская дума, занимается вопросами законотворчества и вопросами контроля, взаимодействия с местной властью и с жителями. И я должен сказать, что у каждого есть свой объем работы, у каждого есть свое направление работы. Мы достаточно позитивно взаимодействуем в решении этих вопросов и будем также планомерно развивать город, с тем, чтобы те задачи, которые и те вопросы, которые ставили наши жители, избиратели, они продолжили путь на выполнение, на улучшение инфраструктуры, улучшение жизненной ситуации, жизненных вопросов в нашем городе. Далее хотел бы сказать, что за это время утверждена структура думы, сформирован план работы думы и в соответствии за эти три месяца, за четвертый квартал, дума достаточно активно поработала. У нас в соответствии с планом было три заседания, мы уже провели шесть заседаний думы. Из этих шести заседаний было запланировано 18 вопросов, рассмотрели уже 33 вопроса. Завтра, кстати, состоится еще одно заседание, седьмое заседание, где мы будем уточнять параметры, вносить бюджет, выходящий бюджет немножко подкорректируем, с тем же закончить год. Вот там будет рассмотрено два вопроса. Наверное, жители интересуют вопрос, а какие все-таки вопросы на думе рассматриваются, насколько они актуальны и чем, в общем-то, дума занимается. Ну, должен сказать, что я всегда был сторонник того, чтобы мы занимались реальными жизненными вещами. Ну, безусловно, вопросы, там, структуры, каких-то организационных моментов избежать нельзя, но вместе с тем депутаты, получая наказы избирателей, взаимодействуя с жителями, очень много вопросов вносят в думу, как председатели комиссии, депутаты, депутатский корпус. Ну, вот, скажем, мы за это время уже рассмотрели вопросы о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Азова к работе в осенне-зимний период. Значит, активно работала комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, было внесено очень много предложений, замечаний, работа комиссии. На комиссию приглашались руководители жилищно-коммунального хозяйства города, управляющих компаний, и депутаты достаточно подробно вникали во все вопросы и обсуждали вопросы улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства. Я, кстати, хочу сказать, что зачастую складывается мнение у жителей или у людей, которые, может быть, не знают глубоко принцип работы городской думы, что вот дума проходит, там руки подняли и разошлись, и это плохо, значит, люди там не работают, а вот так просто приходят и, значит, неактивно проявляют свою жизненную позицию. На самом деле наоборот. Я должен сказать, чем больше пикирования, чем больше споров, раздоров на думе, тем хуже. Это говорит о том, что депутаты между заседаниями думы не работают, на комиссии не приходят, поэтому они глубоко не вникают в суть тех вопросов, которые обсуждаются на думе, не приглашают руководителей соответствующих подразделений с тем, чтобы на комиссии проработать эти вопросы, внести необходимые предложения, рассмотреть сложности, которые появляются, решить эти вопросы, задачи. А потом на думе, не подготовившись, начинают задавать вопросы, и если человек не готов, сложно принять решение. И, как правило, в таких случаях дума и не может принять решение. Поэтому я хочу подчеркнуть, что дума действительно 33 провела заседание комиссии за это время. И очень тщательно, очень много прорабатывала вопросов, связанных с деятельностью в городе, с работой в городе, по различным направлениях. Следующий вопрос о внесении изменений в решение Азовской городской думы о бюджете на 2014 и плановый период 15-16 годов. Очень важный вопрос был рассмотрен об организации сбора, вывоза и утилизации переработки бытовых и промышленных отходов. Вопрос важный, на мой взгляд, о приборах тепловой энергии, качество их работы в многоквартирных домах города Азов в осенне-зимний период, 14-15-го года. Вот на этих вопросах немножечко давайте тормознем. Можно я сейчас два слова скажу? Ладно, вернемся. И мы вернемся к этому вопросу, чтобы я уже здесь. И вот очень важный вопрос о налоге на имущество физических лиц. Это вопрос, мы приняли ставки налога на имущество физических лиц, разграничив их, во-первых, облегчив немножко бремя налоговое для наших жителей. И да, возможность тем, у кого небольшое имущество, меньше платить, ну там, в общем-то, все направлено на то, чтобы наши жители почувствовали некоторое облегчение. Вот это как бы основополагающие вопросы. И, конечно, главный вопрос это бюджет города, который мы приняли, но это мы перейдем чуть попозже. Ну, о бюджете, да. Вот пока мы упомянули об этих вот, о ЖКХ в первую очередь, конечно же, совершенно всем очевидно, что как в этом году эта проблема созрела, приобрела уже невиданную остроту, так она чрезвычайно острая, переходит в следующий год. Все вопросы связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, с работой управляющих компаний, с мошенничеством, которое зачастую у нас проявляется в работе этих компаний, а также энергоснабжающих, ресурсоснабжающих компаний наших, скажем, негородского подчинения. Вот эти вопросы, на мой взгляд, это одна очень большая и серьезная проблема, которую городу, городской думе и именно городской думе, не администрации города, а именно городской думе придется решать, потому что там у вас и депутаты, которые должны о людях заботиться, и там у вас законодательная власть, которая вправе принимать какие-то решения, которые должны слышать. Вот тот же вопрос о приборах учета тепловой энергии, или, допустим, ну хорошо, о приборах учета тепловой энергии. Случилось так, что в этом году людей просто опустили в начале сезона, сняли счетчики, поставили на тариф завышенный и начали поверять счетчики. Кто это придумал? Как это случилось? Почему это случилось? На мой взгляд, это вполне серьезный повод для того, чтобы городская дума исследовала проблему, но и дала по шапке, как следует кому. Почему? Кто это все сделал-то? Ну, дело в том, что депутаты озабочены тоже этим вопросом, и в связи с тем, что начало поступать большое количество вопросов к депутатам, этот вопрос и был внесен на рассмотрение заседания городской думы, и я изучил этот вопрос, был внесен на заседание городской думы, и были доклады заместителей главы города, соответствующих управляющих компаний, и было рекомендовано. Ну, вы же поймите, дума не может спрашивать, работать вместо тех управляющих компаний, которые есть, но заслушать и поставить вопрос ребром, конечно, это наша задача. И поэтому были внесены следующие предложения. Первое, подготовить график проверки приборов учета тепловой энергии, установленных в многоквартирных домах, и обеспечить проведение их до 31 декабря, с тем, чтобы, то есть, сроки, установленные ранее, не выполнились, поэтому дума, значит, приняла такое решение. Заслушать еженедельно, еженедельно заслушивать руководителей управляющих организаций по вопросу установки и проверки приборов тепловой энергии, и я должен сказать, глава администрации очень внимательно тоже отнесся к этому вопросу, Игорю Анатольевичу, спасибо. Он взял под личный контроль и по вторникам на совещаниях по жилищно-коммунальному хозяйству он заслушивает, и этот график держит на контроль. Это вот задача и это полномочия администрации города, которым сейчас занимается и занимается. Ну и мы определили, что до 31 декабря все приборы, я уже сказал, должны быть поверены. Сейчас, насколько мне известно, две управляющие компании практически 100% поверили, но, к сожалению, самая большая управляющая компания, у них осталось из 150 88 приборов. Вот сейчас мне буквально перед эфиром я готовился, пришла информация, что по 42 приборам решение принято, по остальным они вот до конца года должны принять. И если это не состоится, значит, ну, будем думать, как нам дальше, какие меры принимать, с тем, чтобы приводить в порядок это хозяйство. И не по нормативу людям считали потребление тепловой энергии, а по приборам учета. Там есть свои нюансы, есть тонкости в этом вопросе, поэтому я думаю, что будем держать руку на пульсе, будем продолжать контролировать вопрос по реализации этого, проверки прибора учета. Мы не так давно, с месяца назад, запустили новую программу у нас. Вот под эгидой программы «Среда» у нас идет сейчас программа под названием «Жалобная книга». В эту программу может пожаловаться любой, кому кажется или кто уверен в том, что его права нарушены, обижание и так далее. Достаточно успешно движется программа. У нас очень хорошо получается взаимодействие с администрацией города. Мы получаем комментарии практически по всем вопросам, которые мы там затрагиваем. Мы получаем ответы, к сожалению, не все у нас есть. Есть очень сильно, будем говорить, по-простому зажравшиеся руководители некоторых наших ведомств, которые игнорируют выступления средств массовой информации. Но в том числе там есть вопросы, которые... Ну, хотелось бы, чтобы... Ну, вот вопрос, который поднимают жители, он мог бы и должен быть обращен к своему депутату в первую очередь. Ну, если хорошо, жители не идут к депутату, ну, депутат, иди к жителям, посмотри нашу программу, приди у нас, спроси кто чего, пойди к заявителю. Пока вот этого взаимодействия с городской думой у нас не получается, ну, как бы у нас, наверное, есть такой старый стереотип, а мы ваше телевидение не смотрим, некоторые говорят. Лучше извините, друзья, вас избрали, так что смотрите, обязаны. Ну, я надеюсь, мы с вами наладим эту работу. Алексей Михайлович, я должен сказать, что мы тоже занимаемся этой работой, для того, чтобы депутаты могли более тесно общаться с жителями, я как представитель думы, мы сейчас поставили сроки, сейчас все депутаты уже до декабря месяца определились со своими приемными, с часами приема, с помощниками. Эти все данные есть у нас в городской думе, и мы будем сегодня эти вопросы тоже смотреть, вместе с депутатами обсуждать. Это положено, это обязанность каждого депутата на своем участке взаимодействовать, взаимодействовать, работать с людьми, проводить встречи, работы и отвечать на те вопросы, которые необходимы. И я должен сказать, что сегодня депутаты очень активно этим занимаются. Я не знаю, почему у вас такая информация. Ну, мы выступаем, вот причем, депутат, там у тебя проблема на округе. Он там делает что? Мы знаем, что он там делает. Ну, скажи нам, я, ребята, я делаю, вот приди. Давайте график составим. Алексей Михайлович, давайте... Депутат, у него нет финансовых средств, он не может делать. Он может жителей, просьбы жителей, чаяния жителей выражать и доносить до администрации. Депутат – человек, у которого двери открываются легче, чем... Да, согласен. Вот поэтому сегодня депутаты, вот те вопросы, о которых я говорил, и они достаточно остро ставят и работают с администрацией, открывают двери и стараются помогать жителям в решении этих вопросов. И многие депутаты открыты. Если необходимо в студии, пожалуйста, я думаю, мы обсудим этот вопрос. Я, у нас же коллегиальный орган, я, несмотря на то, что председатель думы, должен обсудить с депутатами, если есть предложение один раз в неделю, один раз там... Месяц по одному депутату. По одному депутату вопросов нет, я думаю, мы примем это... Ну, я внесу... Ну, я так понимаю, вообще-то вот, ну, скажем так, в наше время, когда я был депутатом второго созыва еще, ну, как-то все хотели отчитываться, все шли с удовольствием в телевизор, всем интересно было рассказать людям, какие они молодцы, за что, чтобы было людям понятно, за что они голосовали. Ну, ладно, будем считать молодые еще, как бы, вот, освоятся и будут. О приборах теплоучета мы поговорили. Большой вопрос и серьезный у нас долго здесь мусолится о тарифах на твердые бытовые отходы. И все же, от квадратного метра или от жильца? Как правильно? Алексей Михайлович, я тоже внимательно посмотрел этот вопрос. И должен сказать, что он действительно по логике вещей, по логике, вот, как бы, смотришь, да, почему от метров, а не от площади? Ну, все исходит от законодательства. До 2008 года мы с вами платили за твердые бытовые отходы от количества проживающих, от жителей. В 2008 году, значит, была ссылка и нам было указание, предписание, прокуратура смотрела. И согласно жилищному кодексу, собственник помещения в многоквартирном доме производит плату за жилые помещения и коммунальные услуги. То есть, услуги разделяются на коммунальные услуги и содержание и ремонт. Вот, коммунальные услуги включают в себя, это плата за горячее водоснабжение, за холодное водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, газоснабжение. Плата за содержание и ремонт жилого помещения включает плату за услуги и ремонт по содержанию общего имущества многоквартирного дома. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 2006 года, 491, содержание общего имущества многоквартирного дома включает и сбор, и вывоз твердых и жидких бытовых отходов. Поэтому это является услуга, сюда же входит услуга по вывозу ТБО, которые не отнесены к коммунальным услугам. То есть они относятся к содержанию и ремонту. В связи с этим, собственники многоквартирных домов обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно площади, соответственно, долям и праве общей собственности на это имущество. В общем, так я понимаю, что ни мы, ни городская дума, ни Азовская принимали это решение, хотя оно не суразное, честно говоря. Значит, вот в 2008 году, 1 числа, согласно постановлению мэра, тогда я подписывал постановление об утверждении экономически обоснованных цен тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ТБО, также норм потребления. В многоквартирных домах установлен как раз вот этот тариф на 1 квадратный метр. Знаете, сейчас очень активно этот вопрос обсуждается в средствах массовой информации, не только в Азове, но и в других городах. Жители и нашего города, и, по-видимому, области, и России сейчас выходят на все уровни власти, это говорят, и вот я должен сказать, я не могу сегодня, ну, в общем-то, забегать вперед, но и Государственная Дума, по-моему, уже там тоже начала этими вопросами заинтересоваться, и если они поменяют вот эту норму, тогда мы сможем перейти опять, как до 2008 года, пересчитать, ну, это будет пересчитывать экономический отдел администрации города, тарифы на, вернее, тарифы с одного человека, исходя из количества жителей. Потому что логика-то подсказывает, что, ну, извините, если я живу в 11-метровой квартире, то я же все равно один, и больше, чем я съем, я, извините, не выложу. Ну, там еще есть вопрос какой-то, места общего пользования, кроме того, что я, а в эти места общего пользования ходят и площадки, и там обустройства их, и так далее, и так далее, поэтому вот, как бы, исходя из этого, и, по-видимому, исходили. Ну, я должен сказать, вот я взял тарифы, которые у нас сегодня есть, они вот в Азове, ну, так, в общем-то, средние у нас, не самые большие, не самые маленькие. Если вот взять в Азову, у нас тариф составляет 2 рубля 33 копейки на метр квадратный. Ну, вот в Гуково чуть поменьше, 2,25, в Батайске 2,20, ну, вот в Таганроге 2,50 выше, а в Ростове еще выше 3,15. Ну, тут мы будем в этой ситуации. Ну, люди, которые обратились в жалобную книгу с этой заявкой, ссылаются на какие-то публикации в центральной прессе, на какие-то постановления. Давайте, как бы, сейчас считать, что вы ответили на их вопрос, и мы этот вопрос снимем с учетом нашей книги. А, и договоримся с вами, что вернемся к нему через месяц-другой, когда будет уже более ясность с изменениями, если они будут предполагаться. Я вообще предлагаю, наверное, вернуться, может быть, через месяц-два еще-то изменений не будет. Если будут изменения, мы тогда вернемся и людям доложим, что эти изменения есть, и эти изменения, как они будут влиять на вот эти все вопросы в нашем городе. Сергей Ильинич, чуть подробнее давайте остановимся все же на бюджете будущего года. В чем его особенности по сравнению с предыдущим? Вы это все прекрасно теперь знаете. Прошлый бюджет вам принимали, теперь вы приняли. Ну, да. Ну, собственно говоря, формирует бюджет всегда исполнительная власть, они этот бюджет предоставляют, представляют и думают, потом рассматривают, работают над бюджетом, вносят коррективы, предложения. Я должен сказать, что вот в этом году очень большая работа была проведена по формированию бюджета. Безусловно, сейчас не только в Азове, но и в области, и в России мы видим центральные каналы, наши областные каналы. Очень серьезно идут сложные вопросы с формированием бюджета. Но я хочу сказать, что наши депутаты, мы очень плодотворно поработали в этом направлении. Было за это время проведено 9 комиссий по бюджету. Все комиссии, 9 заседаний комиссий по бюджету, очень тщательно рассматривались все разделы бюджета, вносились предложения. Затем бюджет был вынесен на общественное слушание, и они прошли, по-моему, 12 сентября прошли общественное слушание. На общественных слушаниях присутствовало порядка 210 человек, очень много вопросов задавали. Были выступающие финансовое управление и выступающие от администрации. Но что, какое новость-то в этом году? В соответствии с законом мы были обязаны создать контрольно-счетный орган в городе. Такой орган создан. Этот орган должен проводить аудит и анализ формирования бюджета на его правильность. И как раз контрольно-счетная палата, которая была создана, небольшая, там буквально 5 человек, они проверили бюджет, они сделали анализ бюджета, внесли свои изменения, поправки, депутаты вносили свои поправки. Ну, допустим, было внесено предложение провести косметический ремонт детской поликлиники, приобрести снегоуборочную технику, продолжить строительство детских площадок. И сейчас эти вопросы уже решаются, и сейчас уже реализуются. И по детской поликлинике на будущий год изыскивают средства, чтобы ее подремонтировать. И на снегоуборочную технику деньги выделены. Сейчас она приобретается с тем, чтобы, не дай бог, у нас как в зимний период времени, чтобы мы могли четко эти работы проводить. Ну, там техника будет такая, наверное, трансформирующая, она перестраивающая, перестраиваемая. То есть в зимнее время она будет снегоуборочная, а в летнее она будет заниматься работами благоустройства в городе. Был поставлен вопрос и предложение продолжить строительство детских площадок. Если этот вопрос взят на контроль. Но самое главное, что вот те предложения, которые были сформированы депутатами, они сейчас в бюджет не вошли. Но мы договорились с Игорем Анатольевичем, с Чепелевым, с главой, о том, что вот в переходящий период, как правило, есть остатки бюджета, которые переходят с одного года на другой. И в рамках этих остатков мы рассмотрим те наказы избирателей и включим их в формирование и в исполнение бюджета на будущий год, которые у нас сформированы по избирательным округам. Это дорожки, тротуары, озеленение и так далее, снос деревьев, очень много вопросов связано с этим. И уже ряд вопросов решены, решаются. Они решались и в ходе избирательной кампании, они решались после избирательной кампании. И я уверен, будем работать вместе с администрацией. Собственно говоря, администрация, она призвана к тому, чтобы мы вместе решали вопросы на благо наших жителей и решение тех вопросов, которые задают нам люди. Ну вот, кстати, об администрации. Итак, дорогие друзья, у нас сейчас несколько иная, если быть более точным, хорошо забытая, старая. Это система горком партии, это партия, это Единая Россия. Горсовет, это большое представительство депутата, у нас, правда, маленькое. Затем исполком. Рулит всем горсовет, исполком исполняет. Ну, в общем, что-то в этом роде. Сейчас это у нас такая структура, очень похожая на то, чего у нас все хотят. На возврат к тому самому плановому, в общем, к 80-е годы. Ну, структура так структура, вертикаль этого требует. Президент наш сам сказал, вот, буквально неделю назад на пресс-конференции, что он отвечает за все и что он действительно, так сказать, возглавляет и выстраивает вертикаль так, как ему надо, чтобы лишь бы, да дай бог, лишь бы работало. А вот сейчас у нас есть законодательная власть, есть глава города и есть глава администрации города. Это исполнительный орган, который призван с соблюдением всех норм, правил и законов выполнять то, что принимает городская дума, вместе с ней, сотрудничестве, вместе с ней вырабатывать какие-то новые решения, предлагать. Главное, что они должны делать, предлагать, 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 инициировать все новые и новые вещи, которые впоследствии им же и внедрять. Вот, хотелось бы, чтобы так и было. Ну, главу администрации мы договорились, увидим в нашей студии мы уже после Нового года, когда стукнет 100 дней со дня вступления его в должность. Поэтому он пока еще к прессе особенно не выходит, хотя, безусловно, будет. Мы договорились с ним о том, что будет 100 дней, пройдут праздники, дай бог, чтобы благополучно не было никаких происшествий. Ну, скажем так, глава волнуется, беспокоится, и, в общем, нужно дать ему пройти праздники, освоиться. И потом уже будем спрашивать. А вы, наверное, уже спрашиваете, как удается взаимодействовать с новым главой? Мы наработаем достаточно в нормальных условиях, мы понимаем друг друга, решаем вопросы, которые требуют, у каждого есть свой объем полномочий, есть полномочия главы города, они прописаны в уставе, есть полномочия главы администрации, они тоже в уставе прописаны. Конечно, я откровенно скажу, что основная нагрузка в сегодняшней работе, конечно, ложится на главу администрации, на исполнительную власть, потому что все вопросы связаны с решением городских задач, с обеспечением жизнедеятельности города, с обеспечением водой, теплом, энергией, озеленением, отоплением, дороги, тротуары, школы, больницы. Это все полномочия главы администрации, исполнительной власти. Городская дума, в общем-то, в этой части высказывает свои пожелания, высказывает, взаимодействует с жителями города, вносит предложения, которые затем реализует городская администрация. Я должен сказать, у нас спокойные, нормальные рабочие взаимоотношения, я надеюсь, что в этом ключе мы продолжим работу и будем обеспечивать нормальное, хорошее, позитивное развитие города в дальнейшем, решая те задачи, которые требуют сегодня решения. Безусловно, вот, допустим, бюджет следующего года у нас на 80% социально направленный. И это тоже говорит о том, что есть забота о наших жителях, о развитии детских садов, школ, спортивных секций, культуры и так далее. Мы же знаем, что у нас федеральное областное финансирование, это преобладающая составляющая нашей жизни. Рассчитывать на то, что в условиях кризиса будет больше, лучше, чем предыдущие годы, а кризис, мы уже знаем, начинается и еще будет усугубляться, скорее всего, рассчитывать на то, что все финансирование сверху будет в тех же объемах или больше, трудно. Надо готовиться. Ну, надо понимать и это, что действительно сегодня определенные кризисные явления уже проявились, как они будут в следующем году развиваться, мы с вами увидим в следующем году, действительно есть проблемы, сложности, и к ним тоже объективно надо относиться, к ним нужно объективно подходить. Надо готовиться. Ну что ж, давайте и тоже этот год, слава Богу, все живы, относительно здоровы и благополучны, в тепле сидим, и свет горит. Ну и дай-то Бог нам и дальше так. Ваши пожелания в будущем году нашим жителям? Я, прежде всего, хотел бы сказать, что до новых встреч, что в будущем году мы продолжили встречи и обсуждение тех важных вопросов, которые сегодня волнуют всех жителей, а они не могут не волновать, потому что мы живем в этом городе, мы хотели, чтобы в нем было тепло, уютно, чисто, зелено и красиво. Поэтому я хотел, чтобы пожелать жителям, вот с учетом того, что вот совершенно недалеко, рядом здесь, у наших братьев на Украине такие нехорошие события идут, чтобы, во-первых, над нами всегда было мирное небо. Если будет мирное небо, то мы с вами сможем добиться, построить, потому что люди, азовчане, работоспособные, грамотные, энергичные, и мы сможем сделать так, чтобы наш город был развивался, был красивым, был уютным. Мы для себя продолжим развитие и детских площадок, и спортивных площадок, и благоустройства и так далее. Поэтому, прежде всего, конечно, мирного неба. Второе, конечно, хотел бы пожелать нетривиальное такое, нетривиальное такое пожелание здоровья, потому что только здоровый человек, энергичный, и он смотрит будущее и хотел бы дальнейшего развития и перспективы. Поэтому это никому, хотел бы видеть всех здоровыми, живыми и благополучными в следующем году. Ну и, конечно, хотелось, чтобы экономическое здоровье нашего города тоже не подпадало под кризис, чтобы кризисное явление нас не захватили. Вот я должен сказать, предыдущий кризис 2008 года мы как-то очень мягко прошли. Мне хотелось, чтобы и этот кризис азовчане пережили без напряжения. Ну и, конечно, благополучие нашим азовским семьям, благополучие детского смеха, побольше, значит, детских голосов хотелось бы слышать. И очень приятно, что вот буквально недавно мы с главой администрации, с Игорем Анатольевичем чествовали семью, в которой родился тысячный ребенок, а уже в Азове родилось больше тысячи детей. И за последние 20-25 лет это вообще рекорд. И вот хотелось, чтобы у нас больше рождалось детей. Значит, у нас, раз рождаются дети, значит, люди верят в перспективу, значит, наш город будет развиваться, значит, жизнь будет в этом городе. И чтобы в Новом году мы с вами отмечали только позитивные вещи, позитивные явления, радовались друг другу, улыбались и говорили приятные, добрые слова и пожелания. С праздником, с наступающим праздником. Спасибо, Сергей Ильинич. Итак, дорогие друзья, счастья, успехов, здоровья, благополучия всего вам в будущем году. Буду хорошо встретить Новый год, даст Бог, чтобы все уладилось, все трясется. Не первый кризис переживаем. Единственный мой совет простой. Давайте как можно больше работать. Будем работать, пройдем, не заметим. Счастливо, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова